Хорошо, давайте тогда начинать. Сегодня мы с вами поговорим про такую вещь вообще как оптимизация функций и зачем это, в принципе, нам нужно. Значит, когда мы говорим про задачу оптимизации, обычно подразумевается, что мы говорим о задаче нахождения минимума функции. Ну, просто так сложилось. Почему? Потому что, когда мы работаем с... Потому что, когда мы работаем в машинном обучении с какими-то там задачами оптимизации, у нас обычно минимизируются функции ошибки. То есть мы, например, хотим, чтобы у нас там log loss был минимальный, у нас, например, отклонение просто того, что мы предсказываем от того, что реальность в квадрат, взвеленная в квадрат, было минимальным и так далее, и так далее. То есть у нас есть какой-то набор функций, которые мы хотим все при этом минимизировать. Есть, конечно, исключения. Например, может быть ситуация, когда вы оптимизируете... Так, да, давайте я видео включу. Когда вы оптимизируете, скажем, корреляцию. То есть вы в этом случае, конечно, хотите, чтобы корреляция, которую вы оптимизируете, была максимальной. Действительно, можно оптимизировать, она дифференцируема. Но в этом случае, на самом деле, от задачи минимизации до задачи минимизации можно перейти очень легко. Достаточно просто перед вашей функцией писать минус. То есть мы будем минимизировать корреляцию, но при этом получится... Значит, будем минимизировать минус корреляцию, получится, что мы максимизируем плюс корреляцию. То есть мы максимизируем саму корреляцию. Вот. Ну, кроме этого, обычно, на самом деле, мы заинтересованы не в кретом значении минимума, а в значении аргументов функции, при которых он достигается. Поэтому, на самом деле, когда там говорят, что нужно минимизировать функцию, обычно говорят, что мы ее не просто хотим минимизировать, а хотим найти именно аргументы, при которых она минимизируется. То есть просто сам минимум функции, ну, окей, она может быть очень маленькой. Хорошо, а так и получить. Вот. Ну, и обычно мы с вами будем, конечно, рассматривать сегодня и одномерные, и многомерные случаи. Ну, просто потому что они оба важны, и легче все разобрать на одномерном случае. Но, конечно, в основном мы в машинном обучении сталкиваемся с многомерными функциями, где у нас вот эта вот функция у нас получается от V, казалось бы, что это одномерная функция, там, от одной переменной. Но нам, в принципе, ничего не мешает эту функцию. То есть этот V, ну, сказать, что это вектор. Это у нас функция, принимающая вектор. Она что-то с этим вектором делает. Она, может, там берет одни значения вектора, там, как-то по-своему обрабатывает, потом другие по-своему, дальше их там складывает, читает и прочее, и получается результат. То есть, в принципе, мы можем сказать, что у нас эта функция, ну, то есть мы вполне можем функцию сказать, что функция – это нейрон. Наша функция от входа. Мы хотим найти такую функцию от входа, чтобы мы получали, там, какое-то минимальное, ну, такую функцию от входа, там, минус, там, чтобы получать похожее, там, на самом деле будет что-нибудь типа вот такого. У нас такое. То есть мы хотим получать такую функцию от входа, чтобы она выдавала значения наиболее близкие к игреку, к реальным значениям, того, что мы предсказываем. Вот. Значит, ну, представим себе для начала, что вот у нас есть такая функция, очень простая, и мы понимаем, что у нее, в принципе, может быть только один минимум, мы его называем глобальным минимумом. Это будет, там, в данном случае, минимум функции – это 4, а r минимум, то есть вот то, при котором, значение при котором этот минимум достигается – это единичка. Вот. Ну, и обычно предполагается, что мы понимаем, что глобальный минимум – это когда мы взяли некую точку, мы нашли этот, ну, то есть мы нашли минимум, в этой точке оно у нас достигается, и у нас значение функции от этой точки, оно меньше либо равно значениям функции от любых других точек вообще для всех возможных точек. То есть вот в этом случае это будет глобальный минимум, и, в принципе, ну, даже глобальный минимум, он, строго говоря, не единственный. То есть у вас вполне может быть несколько глобальных минимумов, вот у них одинаковое, одинаковое значение функции достигается, но при этом они достигаются при разных значениях аргументов. То есть вот мы взяли синус, и у него просто с какой-то периодичностью появляются минимумы. Эти минимумы не обязательно должны быть периодичны. Мы можем придумать какую-нибудь функцию, которая просто будет там иногда достигаться минимум, но она при этом не будет сама по себе периодичной. Вот. Ну и кроме этого, на самом деле у функции могут быть локальные минимумы, которые мы, ну, по умолчанию, мы считаем, что это очень плохие минимумы и так далее, но на самом деле они могут быть близки к реальному минимуму, но все равно. То есть вот мы взяли, например, такую функцию, допустим, синусы, вычли из него просто линейный компонент, то есть v. и, допустим, мы просто определим эту функцию на отрезке от минус 10 до 10. Больше нас ничего не волнует. В этом случае у нас глобальный минимум у нас на десятке где-то достигается, но локальных минимумов у нас очень много, то есть вот раз, два, три. И каждый из этих минимумов один там лучше другого получается, ну или хуже, на другую сторону смотреть. И опять же получается, что если мы там ищем, как-то будем искать минимумы, нам, ну, в идеале, мы бы хотели находить вот этот минимум или хотя бы близкий к нему вот этот, а вот эти мы бы не хотели находить. Вот вопрос, на самом деле, ну, как бы, как этого добиться? Сейчас мы увидим, что в общем случае это не очень тривиально. Вот, когда мы берем функцию уже нескольких переменных, у нас она получается такой более красивый для отображения, но у нее тоже есть, в данном случае мы построили функцию, которая просто аналог, по сути, параболы, просто в многомерном пространстве, и у нас, опять же, есть только один тут минимум, он достигает, собственно, в точке 0,0, и это минимальное значение, как ни странно, будет 0. Вот. но, то есть, в принципе, как бы каких-то отличий в определении тут больших не будет. Но единственное, мы можем заметить, что, в принципе, так как у нас переменных несколько, у нас вполне может быть ситуация, когда у нас там, например, значения одной перемены не меняются, а вторые меняются, при этом минимум не меняются. То есть у нас там могут быть всякие какие-то странные истории, но мы тоже увидим их. То есть на самом деле добавление новых переменных, оно добавляет дополнительные сложности, но просто на понятии минимума объяснить, в чем сложность, нельзя. Ну и первый вариант, вот если у нас есть просто функция, которая умеет выдавать свое значение в точке, это просто, ну давайте попробуем найти минимум этой функции. То есть вот мы ничего больше с ней, мы ничего с ней делать не умеем, у нас это действительно такой черный ящик. То есть иногда говорят, что нейронная сеть это черный ящик, но для нейронной сети вы на самом деле можете узнать дополнительные вещи, вы можете посчитать там производные по весам, вы можете там в принципе и дальше пойти. А для, вот допустим, что у вас вот полностью черный ящик. Ну для примера, мы с вами про это немножко поговорим как раз-то на последней лекции. Допустим, что вам нужно оптимизировать именно гиперпараметры своего метода. У вас есть нейронная сеть, но у нее есть очень много параметров, которые влияют, там какое число слоев у этой нейронной сети, влияют на то, скажем, с каким там learning rate вы ее обучаете, ну так далее, так далее. То есть очень много есть параметров. У вас могут быть в принципе недифференцированные методы, у вас может быть там градиентный бустинг, случайный лес. Они все вот эти методы, они, ну, недифференцируемые. У них тоже есть параметры, которые тоже недифференцируемые. Вот. И вы хотите вот эти гиперпараметры как-то, эти штукинзации гиперпараметрами, их как-то менять. И у вас, по сути, есть некое, то есть как это представить себе вот в виде задачи оптимизации функции. У вас есть некий черный ящик, опять же. Вы в него бросаете вот эти значения гиперпараметров, он вам выдает, насколько вот модель с такими гиперпараметрами работает хорошо. Но проблема в том, что вот это вот тут, 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 в принципе, вы ничего больше сделать не можете, кроме как просто вычисляет значение функции в разных точках. И, ну, это приводит вот как раз-то вот ситуации, которую мы сейчас видим. То есть, что вот у нас есть функция, мы от нее можем только считать с точки. Ну, как мы это будем делать? То есть, вот самый простой способ перебора, который, собственно, используется часто при определении гиперпараметров, это просто давайте возьмем вот все пространство, точек, которые мы хотим смотреть, там у нас есть значения некие параметров, там просто возьмем вот там сеточкой, накроем это все. То есть, скажем, что у нас вот здесь четыре значения таких параметров, такого параметра, четыре такого, и у нас вот комбинация. Ну, для одного параметра у нас просто набор точек для этого параметра. И вот мы для каждого значения, вот для каждой такой точки посчитаем значение функции. Ну, хорошо, то есть, понятно, что таким образом можно там с какой-то точностью найти минимум, ну, то есть, потому что вы, ну, если не предполагать, что у вас функция адски-уродская, если она адски-уродская, то, ну, то это печально, но обычно методы машинного обучения, они устроены так, то есть, они специально изначально разрабатывались, ну, и те, которые дают гадость всякую, они просто не проходили, скажем так, эволюцию, что, в принципе, у них близкие значения гиперпараметров дают какие-то близкие значения, поэтому вы, в принципе, можете придумать, в какой области вам нужно сидеть, чтобы у вас все хорошо работало. Ну, хорошо, то есть, допустим, вы взяли такую сетку, но можно же взять там большую сетку в разы, допустим, он здесь, и тогда вы вероятнее найдете глобальный минимум, вы его точнее найдете, ну, кажется, что такое решение, в принципе, работает. Ну, и действительно, когда у вас всего два параметра, ну, переберете вы там, не знаю, 10 тысяч моделей, ну, займет у вас это неделю или месяц, ну, в принципе, жить можно. Теперь представим себе, что, ну, второй вариант, который тоже часто используется, он, ну, доказано даже, что он там в некоторых терминах лучше варианта просто вот взять сетку, это взять случайные точки, то есть, мы просто берем случайные точки, в каждой случайной точке посчитали, что у нас происходит, выбрали минимальную. Ну, аналогично на сетке мы тоже, то есть, мы тоже не смотрим отдельно здесь и здесь, мы на самой сетке просто выбираем случайные точки. Вот, и опять же, показано, что если вот мы работаем с гиперпараметрами, это работает даже чуть-чуть лучше, чем вот сеткой делать. Но с какой-то вероятностью мы действительно найдем локальный минимум, по глобальным минимумам, ну, может, мы его найдем, действительно. Соответственно, тут та же самая история работает, чем больше запусков сделать, чем больше точек перепробовать, тем вероятнее вы найдете какой-нибудь минимум. Ну, хорошо, мы этот минимум нашли, что с ним, собственно, дальше делать? Значит, ну, дальше, да, дальше понятно, что с ним делать. Проблема заключается в том, что если у вас, ну, то есть, опять же, 2 на 2, фу, ты что, не 2 на 2, то здесь было, здесь было просто два параметра. Допустим, что у вас три параметра, тогда у вас вот эта сетка, которую нужно перебирать, все, она уже будет трехмерной. У вас тут значение функции, допустим, вы там можете цветом показать минимальное. То есть, даже это визуализировать тяжело, но на самом деле у вас число точек, которые надо перепробовать, чтобы покрыть приблизительно так же процессы параметров, оно растет. Просто, ну, умножаем на число, вот, то есть, мы хотим перебирать у каждого параметра, там, скажем, D-значение, вот. Тогда на самой сетке это будет, там, D в квадрате, D в кубе, там, D в четвертое и так далее. То есть, если у вас гиперпараметров очень много, то это, в принципе, не работает. Я молчу о параметрах, то есть, если у вас нейронная сеть, в которой веса, то этих весов очень много, для них это, в принципе, не достижимо. Вот, то есть, такой подход не работает. Ну, на самом деле, вот здесь случайный как раз подход, он работает чуть-чуть получше, но, на самом деле, ну, случайность здесь не сильно помогает. То есть вы действительно какие-то вещи покроете более-менее, но просто здесь уже можно смотреть там аналоги, как сказать, о в пространстве. В общем, тут точно так же будет расти число точек, которые вам нужно измерить. То есть будет порядок такой же. Опять же, вот каждый новый параметр будет добавлять вам экспоненциально много точек, которые нужно посмотреть. Поэтому такой подход не работает. И на самом деле за счет того, что просто, ну, можно, конечно, наложить кучу ограничений на функцию, но в принципе все-таки функция может быть поганой. Она даже может быть там, у нее какой-то есть склон где-то глобальный, но он как бы его достичь сложно. Угадать, что там нужно искать, сложно. Вот в этом случае вы там ищете, 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 но лучше не становятся. То есть вы там ничего... Какого интересного, не... Как это... В общем, вы вряд ли там найдете этот минимум. Вот. Поэтому обычно считается, что просто глобальный минимум функции найти, ну, не представляется возможным. То есть, если у вас просто произвольная какая-то функция, то найти ее глобальный минимум, это задачка... Ну, вы ее можете решать с какой-то точностью, но нельзя ее решить точно. Ну, конечно, если у вас функция все-таки, вы про нее там знаете очень много дополнительной информации, то, в принципе, для некоторых функций можно просто решить аналитически. То есть вы можете аналитически найти у нее глобальный минимум. Например, линейная регрессия, вот самая-самая простая, которую, возможно, вы уже использовали там в Варе, Питоне, там, просто ее при аналитике видели, просто когда линию строят. Вот, возможно, в этом случае, да, действительно у вас получится найти локальный минимум, и то в тот самый момент, когда вы захотите там наложить какие-то дополнительные условия на параметры, скажем, там, чтобы эти все параметры в сумме были там чему-то равны, чтобы у вас эти параметры были как можно ближе к нулю, и так далее, и так далее, вы в этот момент уже решить эту задачу вполне возможно аналитически не сможете. Вот. Поэтому говорят, что, ну, хорошо, не умеем мы искать глобальный минимум, и давайте искать как-нибудь локальный минимум. Причем давайте искать хороший локальный минимум. То есть мы сейчас будем говорить просто, как найти локальный минимум, но, в принципе, для нейронных сетей хочется делать локальный минимум такой более… Ну, то есть у вас много там локальных минимумов, на самом деле. Хочется найти там самый лучший. Вот, ну бог с ним Самый лучший локальный минимум, это, разумеется, глобальный Но у нас такого просто нет Ну и глобальный минимум Фу, локальный минимум Это просто мы говорим, что в некоторое окружение У нас действительно эта штука будет минимум В каком-то другом окружении Это минимум не будет Вот, и обычно его ищут То есть методы, которые его ищут Они построены под следующей схеме У вас есть некое начальное приближение Непонятно, откуда вы его взяли, но оно есть Ну, самый простой способ Вы его случайно выбрали Просто случайно, в принципе, нейронные сети Учатся приблизительно так То есть вы берете случайное некое приближение И начинаете из него пытаться найти решение Дальше вы берете просто С каким-то шагом И переходите в V1 То есть вы Вы находите, что вот из V0 Удобно пойти в V1 И таким образом у вас Означение функции ошибки уменьшится Почему? Бог его знает, как вы это определили Мы это разберем позже Ну вот как-то вы это определили Вы из V0 переходите в V1 Дальше вы также переходите в V2 V3 и так далее, так далее, так далее И здесь вы достигаете Некого выкатова Который, естественно, будет означать Что вот вы сюда пришли И у вас это соответствует Некому локальному минимуму Вы отсюда никуда уйти не можете То есть может так вот произойти Действительно, что Вы У вас там VK Ну и как бы как определить этот момент Ну на самом деле очень просто Два варианта Во-первых, вы можете быть согласны На определенное число итераций То есть у вас вот эти вот изменения V0, V1 и так далее Вы можете сказать, что За 100 тысяч итераций я должен находить минимум Ну просто потому что, например, у вас нейронная сеть Она учится долго Вы хотите ее учить там Хотя бы там месяц А не полгода А второй вариант Вы говорите, что просто Ну вот у меня уже там Функция скачет вокруг Некого локального минимума Уже там 20 шагов Или 40 шагов Или 100 шагов И поэтому я тоже хочу прерваться То есть когда у меня там VK-то перестало сильно меняться Ну значит, типа Давайте остановимся Ну и на самом деле Третий вариант Который родственник этому Для нормальных функций Для которых, собственно Это и будет работать Мы говорим, что Когда у нас значение функции Перестало сильно меняться Мы Точно так же Говорим, что все, стоп Дальше мы не пойдем Вот Ну хорошо, давайте теперь Попытаемся перейти к первому методу Как вот эту всю штуку оптимизировать Значит, с вами Игорь уже должен был обсудить Что, в принципе, есть такая штука Как производная функция Она считает То есть для простых функций Это считается там Каким-то записанным правилом То есть эти правила там широко известны Так, у меня тут Да, пардон То есть, допустим V в квадрате Это производная от V в квадрате Это 2V там Так, да что ж тут такое-то Производная от 2V Это 2 А производная от константы Это 0 То есть мы можем Такую вот Стуку определить Вот Так Ну да Главное уже правильно написано Здесь со мной вот эта штука Неправильно в степень возводит Значит, берем Ну и как бы Та же самая запись Может быть Для Производной Несколько Фу, для функций Несколько аргументов Но в этом случае То, что уже я мог не разбирать То, что у вас Вводится такое понятие Как частная производная Как это выглядит Ну, на самом деле Вот опять же Частную производную Считать очень легко То есть вот у вас есть функция Вы хотите посчитать Частную производную По какой-то перемен У вас две переменные Вы говорите следующее Что Давайте я возьму И Посчитаю Производную ПВ На Z Не обращая внимания То есть Z Это у меня Константа Некоторая То есть я считаю Что Z Это некое число Я там для спокойствия Я могу Z Сказать, что оно Равно 5 Это не должно Никак повлиять На результаты Моих расчет Вот У меня получается Например, в данном случае 2V 2V Производная Будет 2V Ну, можем Например, тут На самом деле Чтобы было Покрасивше Например, вот так Сделать Значит 2V Плюс На самом деле Константа Плюс 2Z Теперь мы хотим Посчитать У нас теперь вот эта штука Неправильно посчитать Хотим посчитать Производную По Z Мы теперь считаем Что V Это у нас Константа Некоторая Для всего остального Мы ответ знаем Значит Что мы делаем Значит Вы квадрат Это константа Она по Z 0 дает Окей Значит 5 это тоже Константа По Z Она дает 0 А вот эта штука Нам вернет 2V Вот Получилась у нас Вот такая вот Производная Вот Это Значит И У Важно помнить Что Опять же Возможно Игорь с вами Это говорил Но повторить Это никогда не лишнее Что у вас Есть Некий Геометрический Смысл Производной В принципе Это еще говорят В школе Но это Забывается К сожалению Что вот у вас Есть некая функция Если вы посчитали Производную Некой точке То в принципе Вы У вас Производная В этой точке Задает То Наклон Прямой Который Является Касательной Вот Графику Функции В этой точке Что это На самом деле Значит Это значит Что Вы локально Можете Используя Производную Ну и плюс Там Значение функции В точке Аппроксимировать Эту функцию Ну то есть То что Многие могут Опять же Это должен был Разбирать Реды тейлора То есть Разложение Через Производную Вот То есть Вы на самом деле Действительно Можете Используя Одну Производную Ну и Саму функцию Ну и Значение функции Апоксимировать Саму функцию Это позволяет Вам Соответственно Как-то Ну то есть Работать Не со всей Сложной функции А с неким Ее приближением В данной точке Которая Намного проще Функции То есть Многие методы На самом деле На этом основаны Не только Оптимизации Функции Например Когда вы хотите Интерпретировать Поведение Вашей модели А вы тоже У вас есть модель Она очень сложная Вы всей Связи в этой модели Уловить не можете Вы говорите Что так как у меня Модель наверное Хорошая То То что она Выучила Должно при маленьком Сменении Там Значения Признаков Не должно Сильно меняться А что значит Что не должно Сильно меняться Но это на самом деле Как раз это означает Что Вот я могу В этой области Все приблизить При помощи прямой Ну или вот мы увидим В многомерном случае Что это будет Вот Да Соответственно В многомерном случае Как раз-то У вас Нет Одного Числа У вас есть Несколько чисел Эти числа Можно в принципе Объединить Прошу прощения Привык к питону Забыл Что у меня Латер На квадрате Вот у меня Есть некая функция Я у нее посчитал Частные производные На самом деле Градиент Это просто Я взял В один вектор Объединил Значения Эти функции По сути Так как Производная Тоже является функцией Градиент Это тоже функция У него тоже можно Считать Некое значение В точке И оказывается Что вот это значение В точке Оно будет задавать Вам уже Коэффициенты Не прямой А плоскости В данной точке Касательной К графику Функции Опять же Вот Соответственно Чем больше у вас Переменных Тем у вас такая Будет получаться Более многомерная Плоскость Ну обычно Это называется Гиперплоскость То есть Если бы здесь Была там Еще переменная Какая-нибудь Или там Эпсилон То была бы Еще У вас бы Градиент Состоял из Трех составляющих Вот Если Про это Подумать То Ну несложно догадаться Опять же Из курса Школьной матератики Мы помним Что в области Минимума Ну на самом деле Как и в области Максимума У нас Значение Производное Это 0 Ну просто потому что Мы Там Никуда не можем Сместиться По сути У нас То есть Производное У нас То есть у нас Почему так Потому что мы В этой точке Должны провести Касательную Касательную К чему должна быть Параллельно Если здесь Минимум Ну значит Она должна быть Параллельно Оси Вот Самого Ну то есть Самого аргумента В данном случае Оси ОВ А в принципе Можно говорить Перпендикулярно ОСЮ У Значение Функции Вот И у нас Получается Что тогда Все коэффициенты Вот эти Должны быть Равны 0 Собственно У нас Получается Что у нас Должен быть Для одномерного Случа У нас Должна быть Производная Равна 0 Для многомерного Случа У нас Должен быть Градиент Равен 0 Ну то есть Это значит Что у нас Все эти Градиенты Все частные Производные Вот конкретно В этой точке Будут равны 0 Ну то есть На самом деле Здесь Двойственность Значит Я посчитал Производную И подставил В нее значение В данной точке То есть Там Правильнее было бы Как-нибудь Вот так Писать Сейчас Производная Типа функция Здесь В 0 А вот с этим Немножечко Сложнее Ну допустим Мы это вот так Объявим Вот То есть Мы Считаем Градиент От функции Потом Подставляем Вот полученную Функцию Мы подставляем Значение В точке Значение Точки И у нас Получается То Вот эта функция Она в этих В этой области Выдает Функция Вектор функции У нас Каждая из полученных В частных Производных Равна 0 Вот Это на самом деле Это Необходимое Условие Проблема в том Что Опять же Из школьной Математики Ну можно это Вспомнить Что В максимуме Тоже Производная Равна 0 То есть Да Есть такой нюанс В принципе Можно В принципе Если просто Вот это условие Использовать Само по себе То есть Перебирать точки И считать Производную То Можно попасть И в максимум Кроме того Есть еще одна проблема Заключающаяся в том Что Это на самом деле Более Большая проблема Потому что Методы Которые Оптимизируют Вероятность того Попадете Случайно В максимум Функции Очень Мало То есть Можно Такого Добиться Мы На семинаре Посмотрим Такую функцию С которой Просто Градиент Испуск Будет работать Очень весело То есть Если вы Находитесь Действительно В такой Половой Местности В районе Максимум Оттуда Непонятно Как выбраться То Ну То есть Да Это будет Проблемой Потому что Градиент Там тоже Равен Нулю И вы Получается Сидите В максимальном Значении Функции А И там За тысячу Итераций Вы никуда Не сдвинулись Говорите Что Это Оптимально Это Неоптимально Просто У вас Неудачная Инициализация Вы Неудачно Выбрали Случайные Значения Но Куда Большая Проблема Это Так называемые Седловые Точки То есть Вот у нас Есть Например Функция Х в кубе И Бостоверно Можно Сказать Что У этой Функции Есть Производная Ну Производная Равна нулю Только в одной Точке У Х в кубе Вот И это Точка Ноль Не странно Ну то есть Можно продифференцировать Х в кубе Это будет Соответственно 3х в квадрате И там Единственный корень Это ноль Вот у нас нолик Да Производная Тут равна нулю Но мы понимаем Что На самом деле Куда бы мы тут Не сдвинулись Мы всегда будем То есть Если мы в ту сторону Сдвинемся Это будет идти В отрицательную область Если мы встретимся Если мы начнем Увеличивать значение В То это у нас будет Положительная область То есть мы Можем там Максимизировать Нашу функцию Бесконечно Можем минимизировать Ее бесконечно Но вот сидя В этой области Мы про это Знать не будем И на самом деле Седловые точки Вот в них Попасть просто В ходе самой оптимизации Достаточно легко Такие вот точки Которые не являются Ни минимумами Ни максимумами Максимумами Но при этом Они вот методом Которые основаны На производной На градиенте Они мешают Вот Так Ну и понятно Что в пространстве Больших размерностей Эта проблема Никуда не девается Есть Локальные минимумы Вот так Такого типа Есть Седловые точки Вот в данном случае Причем Вот то что Вот как раз Почему Многомерное Садство хуже Вот смотрите У вас Если тут посмотреть Тут действительно По одной из осей Производная То есть вы действительно Вот В чем тут прикол Вот тут получается Параболка На вот этом срезе И у вас действительно В этой области Минимум По одной из координат То есть у вас действительно Если вы посмотрите Просто на свой градиент У вас он В одной точке Ноль Ну вот А в другой точке Он на самом деле Ну тут как ни странно Он тоже ноль Потому что тут тоже Параболка Просто тут максимум Вообще функции Так Которую вот Если бы срез сделать А давайте Нарисую На всякий случай Пошу Что мы Что у нас здесь У нас Вот здесь Параболка Вот так идет А по другой Координате Она у нас идет Вот так Загибаясь Вот получается Что у нас тут Минимум и максимум Комбинации Из них двоих И вот мы тут сидим У нас здесь ноль У нас здесь реально нолик То есть ноль и ноль Вот И на самом деле Отсюда выбраться Не все методы Могу То есть кажется Что это легкая задачка Но на самом деле Если вы возьмете Там просто простые Методы оптимизации Нейронных сетей Они как ни странно Могут здесь застрять Ну либо выбираться Очень-очень долго Просто потому что Вот использование градиентов В данной точке Вам ничего не даст Вот вы попали в эту точку И все Там градиент Ноль и ноль Все Ничего не сделаешь Ну соответственно Локальные максимумы Тоже есть Но Как бы Ну в них попасть Не так вероятно На самом деле И Ну Это как попасть В глобальный минимум Ну прикольно Такое может быть Конечно Это надо постараться В принципе можно Опять же мы С вами увидим Как это можно сделать В семинаре Но Там на самом деле По сути будет даже Ну Близко То есть такого Локального максимума Хорошо Значит Вот допустим Мы забили на это Просто хотим использовать Производную Для оптимизации Вот здесь Там на помощь Приходит как раз Градиентный спуск Который По сути является Там самым Распространенным методом Для оптимизации нейронных сетей Он на самом деле Лежит в основании Такой вещи Называемой Как градиентный Бустинг И так далее И на самом деле Модификация Что самое интересное Градиентного бустинга Там второго Ну С использованием Производных Более высших порядков Которые мы Немножко упомянем Сегодня И с вами Игорь разберет На следующей лекции Оно тоже Используется В градиентном бустинге Например А для нейронных сетей Чаще всего Используется Только первый порядок Но Там с кучей наворотов Дополнительных Но При этом Второе Там То есть Самый распространенный Просто обычно говорят Нейронные сети Обучают градиентным спускам Все Потому что там Немножко видоизмененный Градиентный спуск Ну Не сильно кого-то волнует Хорошо Значит Давайте посмотрим Как это будет работать Значит Посмотрим Во-первых На то Как вот выглядела Вот эта история Вот смотрите Когда мы аппроксимировали Нашу функцию Кривой Одной Куда нам бы надо было Значит У нас вот есть Кривая Прямая Прямая Значит Мы знаем Для этой прямой Что если мы сдвинемся Там на На какой-то К Который равен На самом деле Нашей производной Коэффициент К У этой прямой Это наша производная В данной точке Значение нашей Производной В данной точке Мы знаем Что если мы На вот этот Коэффициент К Для этой прямой Сдвинемся Просто вниз То мы Гарантированно Ну Уменьшим Значение Вот именно Для этой прямой Ну просто потому что Потому что мы так знаем В принципе Мы просто знаем Что 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 линейная функция Она у нас Взрастает И убывает Но понимаем как Если пойти Из аргумента Вычесть К У нас функция упадет Если прибавить К То вырастет Вот Получается Что мы на самом деле Вот Используя эту аппроксимацию Можем сказать Куда бы нам пойти Чтобы значение функции Либо увеличить Либо уменьшить То есть Допустим Мы хотим его увеличить Мы идем сюда То есть Мы идем На плюс И вот Мы попались Сюда И вот У нас действительно Функция Вот здесь Имеет Большее значение Прикольно Если мы Сдвинемся Наоборот На минус К Мы хотим Уменьшить Значение Вот этой линии То мы Значение Самой функции Тоже действительно Уменьшим Вот И Ну а почему Это работает Потому что На самом деле Наша прямая Аппроксимирует Нашу функцию В некой Там Разумной Области В данном Случа Наша функция Настолько Хороша Вот эта Которую мы Аппроксимируем Что она Аппроксимируется Прямой На достаточно Большом Промежутке В реальности Конечно Этот промежуток Будет маленький Может быть Маленьким Достаточно У нас Может быть Какая-нибудь Функция Которая Там Очень странно Себе ведет Мы Не хотим Ее Аппроксимировать Прямой То есть Делать такие Большие шаги Поэтому Вот эту штучку Можем Альф К Отмножать На некий Альф Мы можем Делать шаг Опять же Меньше Но опять же Для прямой Мы понимаем Что у нас Просто на самом деле Знак Самого коэффициента К Указывает Там Если мы Прибавим Что-нибудь У нас Функция Вырастет Если убавим Что-нибудь Функция Упадет Опять же Какой-то Проблемы Здесь не будет Так Хорошо Ну давайте На основании этого Собственно И придумаем Алгород Для Одномерной Оптимизации То есть Мы берем Некую Начальную Точку В0 Например Мы ее Берем Просто Из случайности Дальше Мы считаем В текущей точке Производную Функцию Мы ее Как-то Умеем Считать И Следующую Точку Мы определяем Вот по следующей Формуле То есть Мы Из предыдущей Точки Для которой мы посчитали Мы вычитаем Значение Производной В точке Домножая Его на некий Альфа Ну вот это Собственно То что часто Называется Learning Crate Собственно Дальше В коде Мы его Назовем Learning Crate И Давайте проверим Вот мы возьмем Некую функцию Возьмем функцию Просто параболку Вот она у нас Так выглядит То есть Вот она записана И мы возьмем У этой функции Производную Хорошо Мы взяли У этой функции Производную Давайте попробуем Просто там Тысячу шагов Сделать Вот мы видим Что у нас Изначальное Приближение Которое мы сделали Вот оно Случайное Оно давало Нам значение Функции 5 Там 18 3 Ну достаточно Большое А дальше Мы Взяли И Буквально За Сколько раз Печатаем За 100 шагов Мы уже сошлись К минимуму Этой функции Почти То есть 402 4 там И так далее Вот за 1000 шагов Мы вообще нашли Конкретно для данной функции Минимум Причем вот точно нашли Ну насколько возможно Нам численная точность Позволяет То есть действительно Этот метод работает Хорошо Давайте Возьмем функцию С несколькими минимумами Ну то есть Как бы Понятно что Какую функцию Не возьми У которой один минимум Мы действительно Будем что-то похожее Находить Давайте возьмем функцию С несколькими минимумами Вот такую вот Вот у нас Раз минимум И два минимум На вот этом отрезке На самом деле Посмотрите Давайте посмотрим На эту функцию Может у него где-то еще минимум Ну не похоже У него где-то еще минимум Может для этого решить Равнение Но нам это в принципе Не особо важно Окей Значит Вот у нас есть такая функция Вот два минимума Давайте попробуем Для нее точно так же Поискать что-нибудь Значит вот у нас Сама функция Вот мы записали Ее производная Проверить Что мы правильно записали Ну выглядит так Как будто все правильно Записано Давайте запустим Это Теперь я поменял Немножко код Я просто храню Историю Историю того Как у меня меняется Моя функция То есть я ее минимизирую И вот я хочу посмотреть Как она минимизируется Обычно вы на самом деле Когда учите Нейронные сети У вас точно так же Вам Ну В статьях И так далее Приводят просто график Как это Какой там Лернинг Как Фу Не лернинг Как оно падает Как у вас падает Ошибка Ну обычно ее приводят Еще на Валидации Но у нас тут Нет валидации У нас просто Функция Сама по себе Так Ну посмотрим Как это выглядит Вот мы видим Что мы два раза Сошлись К какому-то Минимуму Но есть нюанс Смотрите Какой минимум Если мы посмотрим 3.86 Давайте посмотрим На саму функцию Вот тут действительно Есть минимум Который похож На 3.86 Вот он У нас есть Более глобальный Минимум Более приятный Минимум На самом деле Для этой функции Он глобальный Но мы к нему Не сошлись То есть вот Первый уже Минус Градиентного спуска С самого по себе На самом деле Вот мы придумали Не очень сложную функцию И в ней мы уже Не можем То есть вот у нас Два минимума Мы из двух минимумов Выбрали не тот Который нам Идеально подходил Причем Ну на самом деле Если мы даже запустим Это много-много раз У нас это Не станет лучше Вот мы два раза Запустили У нас оба раза Оно сошлось не туда Причем Знаете Оно еще сходится За разное время Но это вот то Что мы выбираем точку Случайную То есть опять же Мы можем оказаться Ближе к локальному минимуму Можем отразаться Дальше от локального минимума Опять же Когда вы учите Нейронные сети Очень важно понимать Что в зависимости от того Как вы просто запустили Нейронную сеть От того Как инициализированы Были веса Благодаря просто Генератору случайных чисел Его параметрам У вас действительно Нейронная сеть Особенно если она Не очень хорошая Или у вас проблема сложная Она может сходиться По-разному То есть она сойдется В итоге к одному и тому же Лоссу Но К одной и той же ошибке Но при этом Сойдется по-разному Но у нас еще проблема Что она сошлась фигово Ну почему она сошлась фигово Потому что мы на самом деле Вот этими нашими Случайными значениями Мы вот можно увидеть Делаем НП Рэндом Рэндом Эта штука На самом деле Берет точки Только от нуля До единицы Мы всегда будем Скатываться сюда У нас нет шансов Других Просто потому что Здесь действительно Нужно укатиться Ну сюда А куда еще Вот У нас на самом деле Ну опять же тут Каких-то шансов Отсюда выбраться У нас не будет Чтобы отсюда выбраться Нужны какие-то более Там продвинутые Методы оптимизации На самом деле Не важно что Ну они быстро Смогут оттуда Выбраться Могут и не смогут Значит нам нужно Инициализировать Просто наше значение Скажем там От минус одного До одного Давайте это сделаем Взяли там От минус одного До одного Значение Инициализировали И давайте Это запустим И вот мы видим Что Ну нам тут повезло Мы два раза Запустились И оба раза Скатились в ноль Ну получается То есть по такой логике Что чем больше Мы раз Все инициализируем Тем То есть Чем больше пространства Мы просто нашу точку Ищем случайно Вот изначальное приближение Тем у нас все лучше Ну Это немножечко странно звучит Потому что иногда же Мы будем попадать Вот в эту область В которой мы должны Скатиться Вот в этот локальный минимум Давайте это проверим Просто Что мы делаем Возьмем 10 запусков Сделаем И из этих 10 запусков Вот будем выбирать Случайно Точку С которой мы стартуем И делать Вот эту Минимизацию И вот действительно Видно Что Все не так просто То есть у нас Есть 5 запусков То есть из 10 запусков В принципе оно так приблизительно И должно быть У нас из 10 запусков У нас 5 запусков Сходится к глобальному Минимуму А 5 запусков Еще сходится к локальному Минимуму Вот Это грустно То есть на самом деле Получается Что вот в этой ситуации Даже в этой ситуации Гадетный спуск Он может ошибаться Значит Какой из этого Практический вывод Что на самом деле У вас должна быть Очень хорошая Инициализация На самом деле Чтобы Вы должны из хорошей области Брать Свои точки Чтобы ваш Там ваш метод Мог Сойтись куда-то То есть вот Чтобы он мог сойтись К хорошему локальному Минимуму Потому что вот у нас Не сошлось Ну и плюс Это еще вот Опять же тут видно Что В зависимости от того Насколько мы Инициализацию хорошую Выбрали Насколько у нас Начальное приближение Лучше Относится к Реальному минимуму Глобальному Или там Локальному То чем Тем быстрее мы сходимся Здесь мы сошлись Достаточно быстро Меньше чем За 2000 Итераций А в худшем случае Нам на это потребовалось Уже Где-то в 3 раза Больше Итераций Что это значит Это значит Что вот Ну вот вам Учить нейронную сеть День или 3 дня Наверное хочется За день Учить нейронную сеть Вот Плюс вам очевидно Не хочется ситуации Когда вы обучили Нейронную сеть Говорите Что Вот все очень классно У меня она все Прекрасно работает И дальше вы еще Делаете 10 запусков Чтобы Ну Поймать опять же Вот ту историю Когда ваша нейронная сеть Хорошо обучилась От этого на самом деле Полностью избавиться нельзя Но вот просто Важно помнить Что В зависимости от того Насколько хорошее Изначальное значение Вы выбрали Вот это Первое приближение У вас даже В одномерном случае Будет сильно зависеть Скорость сходимости В многомерных случаях Это тоже очень важно Там есть всякие нюансы Из-за которых Когда вы учитесь Нейронные сети На выборке Учите У вас на самом деле Все-таки получше Все получается Но Там Там есть очень много нюансов Из-за которых Так получается Там то, что много Параметров очень Пространство очень большое И то, что у вас Не по всем объектам Строится каждый шаг И так далее И так далее То есть Есть очень много моментов Из-за которых Вот в такую ситуацию Вот ровно Попасть сложнее То есть Что у вас Такое отличие Между запусками Опять же Если все правильно Инициализировать Все равно Нужно правильно Инициализировать сетку А вот попасть в ситуацию Когда у вас Там Ну Небольшое отличие Вполне можно То, что нейронная сеть Сойдется по качеству К немножко разным значениям Это вообще всегда То есть Там гарантировать Что у вас Вот вы запустили Нейронную сеть Десять раз И у вас Лос на валидации То есть На том На чем вы хотите Оценить качество Своей сетки Он там Будет одинаков С точностью Там до четвертой Скажем Цифры Ну почти Ну то есть Это очень сложно Скорее всего Это нельзя сделать Даже В силу Вот того Что у вас Даже На таком случае Все работает Достаточно По-разному Что еще важно Здесь на самом деле Важно то Что Вот эта вот Возначальная Инициализация Очень важна А это значит Что для любого метода Коей бы вы не выбрали Если у вас есть Некий способ Поймать Лучшую инициализацию Ее лучше выбрать Вот этот вот В нулевой Я повторюсь Для многомерного Случа В нулевой Это некий вектор И вот допустим У вас есть нейронная сеть Давайте вот так Я нарисую Сейчас У вас есть такая область Это все возможные веса Кроме этого Кроме этого у вас есть Область Весов Которые хороши Для конкретной Архитектуры Вашей сетки Это область Поменьше На самом деле Ну Сорян Не получается ровно Ну вот допустим Она такая В некий В Ну какой-нибудь Крестик В крестик Не нарисовался Крестик Вот В крестик И у вас Кроме того У вас есть Конкретно Ваша Вот у вас есть Ваша архитектура Сетки Ваша задача Распознавания Медицинских Изображений И вот у вас Есть область Весов Которые хороши Конкретно Для распознавания Медицинских Изображений Ну и так далее На самом деле Я могу тут Бесконечно уменьшать То есть я могу Скажем Сказать там Конкретно У вас там Рентгенограммы У вас Вот тут область Еще лучше И так далее И так далее Очевидно Что Случайная точка Отсюда Вот вы выбрали Веса И теперь Вы хотите Вот у вас Решение Вашей задачи Оптимальное Оно где-то Вот здесь Вот здесь И вы вот отсюда Будете очень долго Искать Куда вам идти Отсюда Из вот этой Области Синенькой Вы будете Идти уже Меньше В среднем Так Что ж Так Что ж Соответственно Из области Вот конкретно Из там Нейронных Архитектур То есть Весов Которые Подходят Для обучения Архитектур Для Медицинских Изображений Вы будете Идти еще Быстрее И так далее Значит К чему Это все Это к тому Что когда Вам рассказывают Что вот Чтобы обучаться Там на ваших Там на Медицинских Изображениях Полезно взять Предобученную Сеть И ее уже Учить История Именно про это То Вот отсюда Добраться До сюда Очень трудно Вы можете Попасть В локальные Минимумы Вы можете Там просто Облажаться Где-то Ну то есть Просто застрять Там Застрять в седловой Точке Вы может Объектов не хватите Вы куда-то вообще В другое место Пришли Переобучившись А Вы можете Взять Например Нейросетку Которая В принципе Там взять Какую-то известную Архитектуру Которая Предобучена На в принципе Изображениях Там Это Там Вот Уже Хорошо У вас Есть Экая Архитектура Которая Была Обучена Предобучена Вообще Предобучена Была обучена На Медицинских Изображениях Очень разных Она там Много было У нее Изображений Она хорошо Обучилась Вы взяли Ее Вам уже Стартовать Отсюда Ну и так далее В этом На самом деле Сила Так называемого Использования Предобученных Сеток На самом деле Опять же Сила Там Всяких Self-supervised Подходов Так называемых Она в этом же Здесь вы будете Читать Про Такую историю Как Self Supervised Я не буду писать Там Supervised И так далее То тоже Там На самом деле История В том Что вы За счет Некого Подхода Просто изначально Свою модель Засовываете В пространство Весов Которое Намного Ближе К вашему Вот этому Оптимальному И вот И просто За счет Этого Вы Может быть Получите То же самое Качество Может быть Получите Лучше На самом деле Качество Но факт В том Что сойдетесь Вы быстрее Вот Такая вот История Связанная С вот этой Картинкой Казалось бы Очень простой И вот Такие выводы На самом деле Можно сделать Просто понаблюдав За поведением Страхатического Гадетного спуска В условиях Одномерной Оптимизации Еще одна история Почему Ну то есть Где гадетный Спуск еще улажает Вот возьмем Такую Очень пологую Функцию В В четвертой Плюс Один Вот взял я Такую функцию Вот видно Что Тут даже глазом Увидеть Что она на самом деле Изменяется Сложно То есть В принципе Если я возьму Там какой-нибудь Масштаб 0.0.1 0.1 То на самом деле Она будет изменяться И будет изменяться Ну то есть Видно Видно глазами Что она изменяется Но Здесь она Здесь это не видно Глазами Возьмем Напишем Функцию Напишем Ее Производную И запустим Это все Учиться И посмотрим К какому Качеству Мы сойдемся Просто будем Печатать Чтобы Не обмануться Вот видно Что из всех Запусков На самом деле За Заметьте Сколько Итераций За Сейчас За Ну за За тысячу Итераций Потому что мы Изначально Задали За тысячу Итераций Мы сошлись К Какого-то Какой-то Величине Но на самом деле Этот лост Не всегда Оптимальный То есть Да мы к единичке Близкие Но То есть Например 0.11 0.09 То есть Чуть-чуть Не дошли Вот Это еще одна Проблема То есть Обычный Градиент И спуск Он Очень Не Неприятно Себя ведет Вот в этих Пологих местах Бороться с этим Можно очень сильно По-разному То есть Можно Придумать методы Которые будут Лернинг-рейт Увеличивать Когда мы Находимся В пологом месте Можно Градиент Там Немножко Перенармировать И вот Ниже Увидим Один из способов Который Основан Как раз-то На Вторых Производных Но Кроме этого Есть еще Одна штука Которую мы С вами Попробуем Реализовать На Он будет ГД Поставив Моментум Градиентный Спуск С Моментумом То есть Мы будем Накапливать Инерцию Ну увидим Что это значит В общем Там может Чуть быстрее Сойтись Опять же За счет этого За счет того Что мы Будем копить Градиент С предыдущих Шагов Ну и так Это Да Это я взял Пример Давайте я Это впервые Потому что Там Эту штуку Считать у нее Производную Тяжело Можно взять Функцию Седловой Точка Опять же По сути Похожую На Вот этот Предыдущий Случай Но здесь У нас Вообще Минимума Нет То есть В принципе Если мы Вот в этой Области Будем Оказываться Мы будем Бесконечно Спускаться Вниз Причем Будем Спускаться Вниз Достаточно Быстро Там Очень Быстрый Градиент Становится Большим Если бы Я Сэмплировал По-прежнему Из вот этой Области От минус Одного До одного У меня На самом деле Там просто Иногда Получались Числа Которые Слишком Большие Просто Значения Фокуса Очень Большие Орицательные Поэтому Я Давайте Будем Из вот Области От нуля До одного Сэмплировать Кажется Тут тоже Никаких Проблем Быть Не должно Но Они Есть Ну На самом деле Не кажется Мы видели В предыдущем Случае Что вот В этой Области Будут Какие-то Проблемы Можно Предположить Что они Здесь Могут Появиться Опять Давайте Просто Сделаем Запустим Оптимизацию И Посмотрим Куда Мы Сойдемся Мы Сошлись К четырем Почему Мы Сошлись К четырем Ну Потому что Значение Функции Четыре Если В Равно Нулю То есть Мы Вообще Не можем Выбраться В область Где У нас Функция Начинает Убывать Еще сильнее Ну Типа Продолжает Убывать Скажем Так Она Здесь Везде Убывает На самом деле Но Мы Градиентом Дошли Буквально Вот До Области Где Ну Все Прикольно Но Не Не В идеальной Это Не идеально Прикольно То есть Мы Действительно Вот Здесь Просто Всегда Получаем Некий Ну Просто Стоим Вот Опять же Про это Можно Поговорить Как это Исправлять Но В том Числе Здесь Поможет Нам Как раз Этот СГД В момент Теперь В случае Если У нас Функция Нескаких Переменных Что Будет Происходить Значит В случае С функцией Нескаких Переменных У нас Будет Следующее Мы Берем Некую Начальную Точку В 0 Считаем В этой Точке Уже Градиент Функции Значение Градиента То есть Каждая Частная Производная Ну и Дальше Мы Определяем По тому же Правилу На самом деле Что было До этого В Катая Минус Первая Конечно Мы Опять же Считаем Значение Этого Градиента В каждой Точке На самом деле Нам это Говорит Что ж Так На самом деле Нам это Значение Говорит Как Изменить Каждый Отдельно Параметр Функции Вместе И Эту Историю Мы Реализуем На семинаре Посмотрим Как она Работает Будет ли Она Сходиться И Будет ли Она Там Застревать В каких-нибудь Седловых Точках Опять же Посмотрим На эту Историю Она тоже Очень Интересна Вот Так У нас Прошло Уже 45 минут Точно Прошло Я думаю Больше Прошло Давайте Сделаем 5 минут Перерыва И после Этого Мы с вами Поговорим Про метод Ньютона Это метод Который Помогает Находить Нули Функции И после Этого Мы поговорим Еще Про Аппроксимацию Второго Порядка Собственно Увидим Как она Работает И после Этого У нас Будет Еще Большой Перерыв И после Этого Будет Семинар Так Хорошо Давайте Продолжим Так Меня Слышно Хорошо Значит Тут Нереальному Минимуму Реальному Нулю Значит Есть такой Метод Который Называется Метод Ньютона Значит Почему Как он Соотносится С методом Ньютона Который Мы Разберем Позже Можно Самим Подумать Можно Поискать В интернете Там Есть Обоснования Значит Предположим Что наша Функция Всюду Дифференцируема И наше Изначальное Приближение Которое Мы Выберем Только тут Важно Для Поиска Не Минимума Нуля Оно Ну Действительно Хорошее Тогда Можно Применять Следующий Следующий Метод Значит Вот у нас Есть Функция У нас Есть Некая Ее Производная Ее Можно Считать Кстати Текстовой Производной Можно Считать При помощи Такого Модуля Который Называется Simpy Symbolic Calculations In Python По-моему Как он Так Переводится Вот Значит Берем Ну Предполагаем Что у нас Корень Приблизительно Равен Двойке Строим Касательную Как я уже Говорил При помощи Нашей Изначальной Функции С Х Равным Двойке Вот здесь Строим Строим Используя Нашу Существенную Производную Вот мы Ее Построили Определим Где Точка Пересекает Ось Ох То есть Вот эту Точку И возьмем В качестве Следующего Приближения Именно Эту Точку И опять Сделаем То же Самое Опять же Построим Вот эту Касательную Возьмем Точку Опять Проведем И так далее И на самом деле Очень быстро Мы сойдемся Вот к этой Самой Точке Которая Собственно И является Нулем Функции Вот И внезапно Это действительно Очень хорошо Работает Ну особенно Там При выводе Можно это понять Хорошо Подходит Для Функций Которые Похожи На параболу Но И для других Тоже подойдет Вот То есть Мы быстро Умеем Находить Нули функций На самом деле Это полезный Очень метод Его К частности Используют В Градиентном Бустинге Как раз Его используют Небольшой Модификацией Метод Ньютона Рамсона Называется Но суть Это не меняет Там действительно То есть Просто делается Там Ситуация какая Там Для построения Для подбора Коэффициентов Где там Бустинге Опять же Там нужно Уметь Находить Нули Некого Решения То есть Находить Наиболее Оптимальное Решение Нулю И Там действительно Просто Оказывается Можно сделать Две итерации Вот этого метода Ньютона Или Одну Одну И Они говорят Что типа Вот мы уже Сошлись к какому-то Близкому Коэффициенту Который похож На то что должно быть Давайте его возьмем И действительно Вот его берут И получается Очень-очень Даже неплохо То есть Метод Не просто так Вот он Я его взял Чтобы просто Показать Что он красивый Нет Он на самом деле Используется Реально Вот Ну и На самом деле Можно Нарисовать То есть Ну можно В принципе Таким образом Мерно ходить Быстро Там квадраты Кубические И прочие Вещи Там Из числа Причем тоже Очень быстро Опять же Эта штука Будет очень быстро Сходиться Как это делается Ну допустим Мы хотим Найти Некий Х Который дает А в квадрате Что мы делаем Мы берем Из Х в квадрате Вычисляем А Вычитаем А И говорим Что это Равно Нулю Дальше Мы Говорим Что значит Нам нужно Найти нули Вот такой Функции Кажется Это логично Нам нужно Найти Значение Где эта Функция Равно Нулю Мы знаем Что производная Такой функции Это 2х И мы можем Подставить Эту формулу И вот Получим Следующее Выражение Что просто Х это Одна вторая Х Минус Первого Умножить На Вот Плюс А делить На Х С Минус С Один В общем Такая Вот Штучка И внезапно Ну давайте Напишем Это В виде Функции Вот здесь Сразу Можно увидеть Что Пример Неправильно Реализованной Функции У нас В этой Функции Нет Опять же Числа Шагов Мы не Сказали За сколько Нужно Ходить Ну и Как бы Есть Два Способа Первый Сказать Что просто У нас Аппоксимация Когда сойдется Мы делаем Брейк То есть Когда у нас Просто лучше Не получается Найти Ноль Ну либо Если у нас Число Итераций Стало Больше Скажем Тысяч Вот И можно Проверить Что Мы Действительно Находим Очень Хорошо Корень Более того Можно даже Посмотреть За сколько Мы Итераций Его находим Зачем Даже Мы Этот Ит Сохранили Как Пимед За пять То есть За пять Итераций Вы нашли Причем Эти итерации На самом деле Они Ну Они Действительно Очень Быстрые Тут вообще Ничего Сложного Не нужно Сделать Вот И это Тоже Такая Прикольная Вещь Она Сейчас Иже Используется Мало Но именно Вот Сейчас Точнее Нет Эта штука Используется Много Из нее Есть одно Следствие Сейчас Одну Секунду Стоп Шер Сейчас Покажу Инверс Шик Я надеюсь Что он Появился Что С нормальным Объяснением Появился Но В принципе Его можно Загуглить Это очень Красивая История Сейчас Вот это Наверное Это Explained Еще Да История Такая Она уходит Ногами в древность Когда Видеокарт По-моему Их вообще Еще не было Значит Проблема в том Что для того Чтобы посчитать Освещение В видеоигре Вам нужно Очень 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 Много Этих Так Да Посчитать Очень 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 Много Нормальных Корней Для этого Нужно Посчитать Для этого Нужно Посчитать Чтобы нормировать Вектор Нужно Посчитать Корень Из Тумы Квадрат Длину Вектора Это На самом деле Очень долгая Операция Была На компьютерах Это Реально Не быстро Делалось Вот И сам алгоритм Ньютона Люди знали Но Они Не знали Что Я скину Эту ссылку В чат Его по-моему А нет Кстати Ну да Оно появилось На самом На самом Википедии На самом деле Вот Лайтинг И рефлекшн Лучше Посчитать Как у вас Освещается От выстрела Вся история Плюс Посчитать Ваше Отражение В воде Нужно Считать Очень много Вот такой Вот вещи Типа Один Делить На корень Из Х Считается Это Долго Ну На GPU Сейчас Появили Специальные Операции Которые Это Считают Но Раньше Это Считалось Очень Долго И Люди Значит В коде Вот Закодили Вот Такой Вот Вещи В изначальном Коде Quake Оно Встречалось Вот В таком Виде То есть Типа Берем Наш Берем Наш Номер Умножаем Его На Какую-то Магическую Константу Потом Мы С ним Что-то Сделаем Непонятно Что Вообще Это Девил Это Просто Непонятно Что Происходит А дальше Делается Вот такая Вот Вещь И Подписано Что Это Первая Итерация Значит И Есть Еще Закоменченная Вторая Итерация Которую Не Используют Для Более Точного Вычисления Вот И На самом деле Взяли Просто Посмотрели Что Значит Ну Когда Начали Разбираться На самом деле История Используется Во многих Местах То есть Можно просто Посмотреть Как это Будет Работать Что Это Действительно Такой Своеобразный Метод Ньютона Просто он Сделан Очень Очень Хитро Чтобы Чтобы Исполнялся С помощью Битовых Операций И Просто Вычитание Вот То есть Там Там Сделана Максимальная Максимально Оптимизированная Версия Того Что Написано Здесь Вот Но При этом Делается Всего Один Шаг Потому Что На самом деле Даже Если Я Сделаю Ровно Один Шаг У Меня Эта Штука Уже Сойдется К чему По-моему Не Очень даже Неадекватно Сейчас Макс Итарс Один Ну 2 3 5 Ну В принципе То есть Не так Уж Плохо Если Сделай Там Две Итерации То Будет Уже Очень Близко Там 5 Итераций Будет Совсем Хорошо Там Можно Ну Больше Не Получится Потому Что Она Сделает Сделает Йок Вот Такая Вот История Такая Очень Очень Смешная Вещь Сейчас Ее Не Используют Потому Что На Видеокартах Есть Специальная Инструкция Чтобы Быстро Считать Хорошо Давайте Визуализируем Эту Историю Вот Красиво Сейчас Сделаем Так Надеюсь Что Да Вот Анимация С нуля Запустим Вот У нас Есть Изначальное Некое Приближение Мы Строим Касательную В этой Точке Переходим Сюда Опять Сдвинулись Опять Стуем Касательную Опять Сходим Сюда Опять Стуем Касательную И вот Мы Сошлись К нашему Решению Вот Такая Вот Прикольная Штука Она Действительно Используется Ну Ее Используют Вот Очень Часто Она Она И в Самом Вычислении Гадетного Бустинга Она по-моему Делается Тоже Одна Или Две Итерации Только По-моему Одна Вот Сходится Это очень Быстро И в принципе Большая Точность Бустинга Касто Не нужна Там Наоборот Это Добавляет Регуляризацию Хорошо Значит Идем Дальше Значит Мы Обсудили Недавно До этого С вами Что В принципе Функцию Можно аппоксимировать При помощи Производной Ну и Значение Функции В этой Точке В принципе Аппоксимация В полном Виде Будет Выглядеть Вот Таким Образом Это Разложение В ряд Тейлора Тут На самом Деле Аппоксимат Потому что У вас Есть Некая Ошибка Эта Ошибка Она На самом Деле Будет Накапливаться По мере Того Как вы Уходите От Точки В Которую Вы Собственно Аппоксимацию Выполняли Но Если Посмотреть Просто На ряд Тейлора Дальше То Вы Можете Взять Вторую Производную Точки Значок Умножить Он у меня Выплывает В лотихии Не то Значит То есть Вы можете Взять Вторую Производную Опять же Это будет Аппоксимировать Но это будет Аппоксимировать Сильно лучше Вот Если сравнить Эти две Аппоксимации То у вас Вот вы взяли Некую точку И вы В этой точке С одной стороны Вот у вас Есть Аппоксимация Первого порядка Это линия А аппоксимация Второго порядка Ну как не сложно В принципе понять Это парабола Тут ну Действительно Это не очень сложно Понять То есть вот у вас Свободный коэффициент Вот у вас Линейная часть А вот у вас Квадратичная часть Ну получилось Уравнение параболы Вот И Уравнение параболы Позволяет вам Сделать одну Очень Прикольную штуку Которая Заключается в том Что Вы Вот до этого Мы обсуждали На самом деле Что Ну если бы Вы выбрали Лернингрейт Давайте Не буду листать К началу Мы Лернингрейт У Давайте Запишу Просто Что-то у меня Было ВКТ Значит Оно было Равнялось ВКТ Минус Первое Минус Альфа Умножить На градиент Ну собственно Посчитаны В точке ВКТ Минус Один Значит И мы говорили Что это в принципе Неплохая история Но вот Лернингрейт Непонятно на самом деле Как определить Я его там поставил Чтобы у меня Все примеры Хорошо работали Но если бы я его Например поставил Тысячу равным То у меня далеко Не все примеры Вообще бы куда-то там Сошлись А где-то он На самом деле Мой Лернингрейт Был неудачен Он работал долго То есть я говорил Что где-то его бы Хорошо увеличивать И вот вопрос На самом деле Как вот этот Альфа Вообще считать Здесь это просто Константы Неком В принципе опять же В геодных сетях Его могут там Сдавать Лернингрейт Скедрилы То есть его могут По-разному менять В ходе Обучения Нейросети Сначала делать Очень маленьким Потом побольше Потом опять маленьким Так далее Так далее Вот Но Способ Который предлагают Методы второго порядка Заключается в том Что мы можем Вместо всего этого Просто сказать Что давайте мы Градиент разделим На вторую производную Значит первую производную Разделим на вторую В одномерном случае И вот это вычтем И на самом деле Окажется Что вот такая Аппроксимация Такого вида Она Будет Сильно лучше То есть опять же Мы Ну здесь По сути Мы каждый раз Вот Мы строим касательную И переходим Вот к нулю Параболы И мы Соответственно Каждый шаг Ну то есть Точно так же Мы каждый шаг Будем просто обновляться И внезапно Это действительно Нам Ну Поможет решать Какие задачи Тут единственный Момент Что Такой подход В чистом виде Он Почему он Ну вы тоже Можете загнаться В максимумы Но Как бы это Да Это проблема И раньше была И вторая проблема Этой истории Заключается в том Что Вообще говоря Вторая производная Может быть равна нулю Вот чтобы этого Не происходило Чтобы у вас просто Когда вы делите На вторую производную Может получиться Бэмс То есть у вас Бац И получилось Очень-очень большое Значение Или там Ноль на ноль Делить вообще нельзя А вот В этом случае Вы К этой производной Просто добавляете Небольшой эпсидон Скажем там Десять минус шестой И у вас все продолжает Хорошо работать Значит Ну это соответственно Тоже метод ньютона Но для поиска Минимума функции Вот Возьмем нашу функцию Старую Вот эту вот Которую мы Застревали Ну просто на ней Если мы найдем минимум Это будет хорошо А При этом у нас там Мы не вылетим куда-то В отрицательные области Очень большие Давайте посмотрим Как это сработает Значит Я напишу для нее Значит Вот у нее есть Первая производная Вот вторая производная И что мне надо делать Мне просто нужно брать И Первую производную Делить на вторую Ну я могу тут Для Пущей Там Радости Написать Один на Е минус шестой Например Давайте я это запущу Десять раз И посмотрим Как это будет работать Причем Заметьте Что я Здесь специально сказал Что оптимизируй мне Ровно Всего лишь За десять шагов То есть смотрите До этого Чтобы сойтись Мне нужно было Вот особенно Ну в этом случае Там делалось много-много шагов И все равно Я исходился там К реально К тому Что мне было надо Там тысяча шагов Десять тысяч шагов Я точно не помню Но много шагов То есть реально Сильно больше шагов Чем сейчас А сейчас я делаю На самом деле Даже не десять шагов Я делаю Четыре шага Можно пять Шагов И у меня Уже получаются Результаты Я сошелся На самом деле К ответу Я сошелся К ответу Намного лучше Чем сошелся У меня То есть у меня Там были Один И там Двенадцать Один Ноль Двенадцать То есть у меня были Числа достаточно далекие От единицы На самом деле А здесь у меня Ситуация В которой Эти числа Очень близки К единице И они Действительно Сходятся К реальному Минимуму Этой функции То есть Здесь похоже То есть Если я поставлю Скажем Сто шагов Возможно Получится Еще лучше Ну вот За сто шагов Я вообще Сошелся К Реально К минимуму Функции То есть у меня Точка Точно единица Мне там Пресижен Просто Флотов Не позволит Сделать Еще лучше Вот То есть Вот такая Вот история То есть получается Что я использую Вот этот метод Второго порядка И мне нужно Там всего Стоит Итерации Чтобы пойти Сойтись Вообще К идеальному Решению Может быть Давайте мы посмотрим Тут на самом деле Непонятно Может тут И 20 итераций Было бы хорошо Давайте посмотрим Ну 20 не хватает 50 Вот 50 итераций Уже хватило Чтобы сойтись Вообще Идеально Вот Получается Что С одной стороны То есть Непонятно Почему мы Используем Градиентный Спуск В данной Ситуации И То есть Для одномерной Функции Почему Ну потому что Реально видно Что Использование Второй Производной Причем Нам ее Посчитать Ну не очень Сложно Мы Мы делаем Одно Дополнительное Вычисление Мы сделали Одно Дополнительное Вычисление Но сошлись Мы не за Там Тысячу итераций Это не очень Хорошо А мы сошлись За 10 итераций Там Неплохо За 50 итераций Мы сошлись Идеально То есть Получается Что у нас Ускорение В 100 раз То есть Да Мы тратим Вместо Одной Операции Две Условно Ну Тут тоже Нюанс Есть конечно Но Но в итоге Мы Сильно Лучше Сходимся То есть Прямо То есть Проигрыш В том Что нам нужно Вычислять Дополнительные На каждом Штаге Вещи Он не сравним С выигрышем От того Что мы Сходимся Трупа Быстрее Но К сожалению Есть Нюанс Да На самом деле Про эту историю Ну В принципе Можно Про градиентные Методы Очень хорошо Написано Вот в этой Книжке В гитхабе Вот этот Machine Learning Refined То есть Я горячо Ее советую Я ее еще Всю не пролистал К сожалению Я Посмотрел именно Методы оптимизации Потому что Ну про деревья Там просто По одной голове Написано Я не думаю Что там Прямо Очень подробно Изложено То что Мне бы Хотелось Видеть Но Надо посмотреть На самом деле Может И хорошо Изложено Вот Но Сама книжка По оптимизации Там Очень хорошие Примеры Они очень Очень хорошо Написаны И там Очень интуитивно Все То есть Я Большую Часть Примеров Брал Именно оттуда Ну Единственное Там Некоторые Примеры Там Используются Очень страшные Функции Которые Просто Производную Считать Руками Мне было Абсолютно Влом Я взял Полегче Примеры Вот В случае Многомерной Функции Нужно считать Гесиан Вот Гесиан Это Совсем Другая Вещь То есть Это Гесиан Это матрица Как она считается Вот допустим У вас есть Сейчас Тут Ну да Вот Пример Тут самый простой Вот это Давайте посмотрим Значит Нам нужно считать Частные Производные Опять же Значит И здесь их В принципе Можно даже Увидеть Значит Давайте Х в квадрате Будем считать Что у нас У Это константа Значит Если мы это Один раз Продифференцируем У нас Получится Что Правильно У нас Получится 2х Делить На у Потому что У это Константа Повторюсь Это частная Производная Хорошо Значит С этим Все Ок Давайте Теперь Возьмем Эту историю И еще раз Ее продифференцируем Получится Х Делить На у Пардон Х Делить на у 2 2 делить на у Да Вот мы это Увидели Вот Вот это Частая Производная Вот этой Функции Х Квадрат И она Обычно Обозначается Там 2 штриха А здесь Мы напишем Что мы Два раза Брали частую Производную По иксу Ну короче Бог с ним Вот эта Штука Опять же Если посмотреть На нее Внимательно Это частная Производная По у Два раза Взятая Ну почему Потому что Х квадрат На у Опять же Х квадрат Считаем Константой У нас Первый раз Получится Х квадрат Делить На у В кубе Пардон Сейчас Да Что 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 На у В кубе В На у В кубе На у Квадрате На у В квадрате Единственный Нюанс С минусом Почему Потому что У нас Степень Была Отрицательная При Игреки Ладно Я вспомнил Так Хорошо Значит Второй раз Когда мы Это продифференцируем У нас Соответственно Здесь Появится Тройка Здесь Появится Двойка А минус Уйдет Получили Вот И теперь Осталось понять Что вот это За зверя Раз зверя И два зверя Ну их Можно легко Ну можно Предположить Что это На самом деле Мы берем Первую Производную По Иксу И давайте Ее продифференцируем По у У нас собственно И получится Минус 2х Делить на у В квадрате Хорошо Мы молодцы А здесь Что Ну здесь Тоже Можно Предположить Что у нас Было У нас соответственно Было 2х В квадрате Зачем У нас было Х в квадрате Делить На У В квадрате Да Вот так И соответственно Мы теперь Продифференцировали По иксу У нас получается 2х У нас получается 2х Делить на у В квадрате Ну и минус Сохраняется Потому что Здесь его Никто не мог убрать Вот То есть получается Нужно посчитать 4 производные И как бы Вот это Вот эти штуки Называются Смешанными Производными То есть Это производные Вот эту Производную Мы Две Производные Мы брали То есть Первую Вторую Сначала взяли По х Потом по у А здесь Мы взяли Сначала по у И потом по х Ну и для Части функций Вот эти Производные Они Действительно Будут похожи Симметричными Но на самом деле Не для всех Вот Соответственно Идем дальше Хорошо Идем дальше Значит Вот эта Штука Называется Гессианом И это Гессиан Он просто Его Значит Он в аппоксимации Точно так же Выглядит Ну действительно Это Гессиан Понимаем Что звездочки На самом деле Умножить Но Ну и мы Его используем Собственно В нашем Методе Нахождения Минимума Функции Точно так же Единственный Нюанс Что это Матрица И Матрицу Надо Нам умножить На вектор И у нас Получается Что это Мы Нам нужно Как бы Вектор делить На матрицу Мы Берем Это На самом деле Умножить На матрицу В минус первое Когда мы От этой Матрицы Ну короче Получится То есть Из-за того Что это Векторная операция У нас получается Вот такая формула У нас получается Что мы Нам нужно Из этой матрицы Получить Обратную Матрицу И дальше На нее Умножить Вот эту Штуку Вот Это уже Долго То есть На самом деле Чубор с ним Надо посчитать Все вот эти Значения Но нам еще Нужно Обратную Матрицу Найти Это тоже Небыстро С вами Игорь это Обсуждал Получается Что Вот этот Метод Он для Больших Ну Для многомерных Функций Кребует Очень большого Числа Вычислительных Ресурсов И здесь Уже Вот этот Выигрыш За счет того Что сходитесь Вы действительно В разы Быстрее Он не такой Ощутимый То есть Если вы возьмете Там Скажем Нейронную Сеть Которую Используют Для обучения Мниста На Мнисте Это такой Маленький Датасет Из циферок То вы еще Можете То есть Бывают Есть статьи Которые говорят Вот у нас Метод Он работает Лучше На Мнисте Вот быстрее Сходимся Действительно Лучше Если вы берете Какие-нибудь Современные Нейронные Сети В которых Миллиарды Параметров То у вас Просто нету Памяти Даже Уж борстнен С вычислениями У вас нет памяти Чтобы хранить Что-то Квадратичное От размера Параметра А здесь Это будет Именно квадрат Разрасти Вот Но При Репатизации Нейронных Сетей Это конечно Не используется Но это Используется При Апоксимации Ну то есть Для нейронных Сетей Для линейной Регрессии Можно увидеть Его используют И так далее Можно прям залезть По-моему В эскалер Не это есть Особенно Ну когда там Нельзя найти Полное решение И С вами Игорь Разберет На следующей Лекции Собственно То Как это Дел Ну как Вот Как делаются Эти апоксимации Как они Используются Вот А мы сейчас Да У нас все Какое время Подошло К концу Сейчас я Посмотрю Сколько сейчас Времени 17.15 Значит Мы в 17.35 Собираемся И будем решать Семинар Семинар Семинар